Перепись Что такое государство? Это народ и территория. Без территории нет народа, но из территории, если нет народа, то это тоже не государство. Поэтому это очень важный момент в жизни любого государства. Проводится на раз в 10 лет. Ее результаты нужны для планирования социально-экономических показателей, для планирования будущего, для выработки важнейших управленческих решений, для организации нашей жизни на ближайшие 10 лет. Ее итоги лягут в основу любого расчета, по любому финансированию, любому прогнозированию, все, что касается населения. Поэтому девиз нынешней переписи России важен каждой. И очень важно, чтобы наш интерес через перепись мы сами были учтены в государственной политике. Следовательно, вывод. Перепись это получение объективной информации о процессах, происходящих внутри нашего общества. Да. Ну, о самом обществе и о процессах, которые у нас происходят. Тогда следующий вопрос, который будет вытекать. А есть ли альтернатива по эффективности данной переписи? Нет, потому что перепись это сплошное социально-экономическое исследование. И оно очень дорогостоящее. Но бюджет 17 миллиардов. А перепись из них более 10 миллиардов будет израсходовано в этом году, в текущем году. Поэтому альтернативы переписи нет. И пока еще человечество не придумало ничего равного по возможностям и по масштабам. Владимир Юрьевич, ряд западных экспертов, сравнивая переписи 1989-2002 года, высказываются не в пользу последней. По их мнению, перепись 2002 года выявила ряд существенных недостатков, таких как отсутствие грамотных переписчиков, переписных листов, неохват целого ряда регионов. Что Вы можете сказать по этому поводу? Перепись подвергается многим критическим анализам. Я читал и слышал об ее необъективности, об ее неэффективности. Но в конце концов, это ведь ответы каждого из нас. Они просто суммируются. Перепись, она не создает ни новых проблем, ни новых народов, ни новых явлений каких-то, а просто учитывает ответы населения. Вот как население ответило, так оно было и подсчитано. Я думаю, что вот эти разговоры о том, что была неудачная перепись, они неадекватны. Я думаю, что это была первая перепись новой России. Она дала картину нового общества, новых общественных отношений. И я считаю, что это важная перепись, и она будет лежать в основе всех будущих анализов. И результаты переписи нынешней мы будем в первую очередь сравнивать с переписью 2002 года. Хотя, конечно, были погрешности, были элементы и двойного учета населения, и недоучета каких-то групп. Сильно в процессы вмешивалась и политика. Но я думаю, что это не исказило ту картину, что мы получили. Владимир Юрьевич, понятно, чем мотивирован отказ советского правительства от постановки вопроса о религиозной идентичности. После 1937 года. Но почему после 1989 года данный вопрос не был внесен в переписные листы, ведь все-таки у нас наступила так называемая свобода слова, толерантность ко всему, что угодно. А отсутствие информации о религиозном паренодвижности граждан, это означает вычленение одного кусочка из той мозаики, которая дает нам перепись. Ну, вы знаете, не надо забывать, что было 70 лет научного атеизма, и я думаю, что организаторы переписи 2002 года поступили мудро, что этого вопроса не было. И так была очень высокая политизация общества, и это бы способствовало еще более накаливанию страстей или дискуссии вокруг переписи. Я думаю, что когда-то этот вопрос будет задан, но это решает законодатель. Что касается организаторов переписи, то они готовы провести это исследование. Если это будет в законе. А последний вопрос. А народ сам готов к такому вопросу? Как вы считаете? Ну, спросить надо у народа, ведь там есть и право отказаться от ответа, как от национальности. Я знаю, что в ряде стран СНГ этот вопрос задавался и никаких катаклизмов не вызвал. Продолжение следует...